Всем привет! Сегодня я хотела вам показать вещи, которые мне обязательно надо для весны. Если вы еще не заметили, я снимаю вот это видео на новой камере, так что скажите вам, скажите вам, скажите мне, как вам нравится это качество, потому что я думаю, что это гораздо лучше, чем другая камера. Так что скажите мне, надеюсь, что все будет правильно, я сегодня снимаю на улице, потому что я думала, что было 8 градусов, сегодня вышла на улицу, было 21. Я просто потела весь день, так что я решила сделать такое видео. Даже если у вас сейчас холодно, помните, что такие вещи можно одеть, чтобы сделать такое настроение весеннее. Не обязательно надо одевать цветочные рубашечки, если там цветочки на улице, да, можно просто сделать такое настроение. Или если вам просто нравятся эти вещи, можно их одеть, конечно. Так что я вам покажу, у меня куча здесь хлама лежит, которую я хочу вам показать. Конечно, это просто мое мнение, это не все тренды весны, просто это вещи, которые мне нравятся для весны. Сначала начнем. Первый тренд. Это такие очень яркие вещи. Например, вот эти балетки, которые на мне сейчас, ужасно яркие. Я их боялась одевать годами и годами. Но помните, никогда не выбрасывайте ваши старые вещи, потому что они опять и опять будут в трендах, да. Так что вот такие у меня балетки из H&M. Я гарантирую вам, что можно такие найти сегодня, в этом месяце. Ну да, они мне очень нравятся, очень яркие. Теперь, особенно если у вас все равно там холодно, я думаю, что все уже знают. Вот и мой яркий такой желтый свитер. Желтый свет совсем очень в стиле в этом сезоне, да. Мне очень он нравится, он очень теплый. Так что даже если у вас сейчас 2 градуса, 3 градуса на улице, можете одеть. Это все равно будет в таком весенном тренде. Очень советовала вот такой свитер. Их можно найти в Zara, можно найти в H&M. В H&M я видела такой очень розовый. Ну и я вот этот особенно нашла в Trift Store. Там продают не обязательно second-hand вещи, но вещи, которые другие люди продают из старых веков. Я не знаю. Старый свитер, просто он не новый. Так что он старый. Так что я это советую, если у вас все равно холодно на улице. Какие-то яркие свитера или что-то, да. Еще я бы советовала такие яркие аксессуары. Это я купила в H&M. Я это купила в Forever 21 за 10 долларов буквально. Она мне очень-очень нравится, очень яркая. И все меня всегда спрашивают, Соня, где ты нашла это? Причем я нашла вот такую же фотографию этой вещи на Tumblr. И я такая, а, у меня такая вещь есть. Очень советовала. Типа вот такую штучку, где можно найти. Конечно, можно в Zara. Я видела, у них типа что-то такого есть сейчас. Или вы можете поискать в любом таком дешевом магазине, как у вас называется, accessorize. Я не помню, как он у вас называется, но в любом магазине можно что-то такое яркое. Яркий браслет, яркие украшения, какие-то яркие сережки. Немножко странная вещь, но яркие резиночки, их можно найти, как вы знаете, в любом магазине. На рынке можно найти такую вещь. Она мне очень нравится. Его можно просто так на руке носить. Ну, вам надо сделать какой-то хвостик. Он у вас есть всегда на руке. И он такой классный, красивый. И для яркого макияжа, что бы я советовала, яркий лак. Это отчаянный глаз лак называется Shocking Pink. Я его просто расходовала в прошлом году. Один из моих фаворитов. Я просто обожаю этот лак. Он такой стойкий, такой классный. И он очень-очень яркий. Он сейчас у меня на моих ножичках. Мне очень нравится этот лак. Я бы очень советовала любой такой яркий лак. Он такой зеленый яркий, конечно, желтый яркий. Особенно розовый яркий лак. И, конечно, яркие помады. Это от MAC в оттенке Chatterbox. Он такой среднерозовый оттенок. Очень-очень классный. Это один из моих любимых. Если вы хотите помаду, которая ярко-розовая, но вы не хотите такую слишком яркую розовую, потому что вы еще не такие уж взрослые, она не отвлекает от лица. Просто она молодая и красивая. И, конечно, от Rimmel немножко подешевле компания. Есть тоже такая розовая помада, но это более синяя-розовая помада. Немножко напоминает Ники Минаж, такая барби помада. А в оттенке 006 такая от Rimmel. Очень советует эту помаду. Она у меня есть годами и годами. Я все равно ее ношу почти через день. Так, она мне очень нравится. И она очень летняя, летняя-весенняя такая помада. И для теней, что бы я советовала, это приобрести вот такую палеточку, где многие тени находятся. Это у меня... Это не BH Cosmetics. Это у меня от Buying Coins палетка. Многие спрашивали, сколько стоит доставка от Buying Coins. Она бесплатная. Так что не волнуйтесь. Вот такие всякие яркие тени. Можно сделать такую подводку с этими тенями. Так что не надо покупать там тысячу подводок. Можно просто купить такую палетку, помочить немножко тени и использовать как подводку. Это очень открывает глаза тоже. Так что я его очень советую. Любую такую палетку. Не обязательно самую дорогую на свете. Конечно, это Buying Coins. Она стоит буквально 11 долларов. Так что очень советую такую. Второй тренд, который мне обязательно надо для весны, это пастель. А пастель не такие цвета. Например, сейчас я вам покажу такую рубашечку, которую я просто... Я не могу. Я ее так сильно люблю. Я ее купила в Urban Outfitters. И здесь написано Sky High. Она не укороченная, но она... Рукава у нее такие, как у мужиков. Так делают muscle tops, чтобы они мышцы показывали. Это в таком стиле рубашка. Sky High написано. Я просто обожаю ее. Она такая крутая. Sky High is Urban Outfitters магазином. И, конечно, пастельная косметика. Есть такие румяна от Essence, которые в оттенке 10. Adorable. И они очень-очень классные. Шелковистые. Они на мне сейчас. И они просто очень классные. Немножко щемерные, но даже не совсем не заметила. Я только что заметила, что они щемерные под солнцем. Но сам оттенок просто такой классный. Очень красивый. И пастельный, и летний, и весенний. Просто очень солидые вот такие румяна. И лаки, конечно. Куда же без лака. Это один из моих любимых лаков от Essence. Называется Turquoise and Caicos. Вот такой, как Тиффани коробочки. Это тоже просто обожаю вот этот лак. Отчаянно глаз. Называется Sweet Hook. И просто самый красивый лак на этом свете. Я его носила месяцами, месяцами, месяцами. Потом, конечно, такие нервные синие, такие голубые лаки. Очень тоже в моде. Это у меня от Joe Fresh компания. Я не думаю, что это можно найти где-то, кроме в Канаде. Ну, просто любой лак из любой компании. Я думаю, просто в таком оттенке было бы очень классно. Извините, что слышите самолеты. Я живу среди три аэропорта. Так что извините. От Essence еще из новой коллекции у них для весны, конечно. В оттенке Navigate Her. Просто самый классный зеленый оттенок. Он такой фисташковый, кремовый оттенок, что просто я его уважаю. И он у меня на мизинчиках сейчас. У меня сейчас маникюр такой детский. Да, такой. И, конечно, такой мятовый, зеленовый. Зеленовый. Мятовый. Мятовый лак, просто так скажем. Это от Revlon. И в оттенке это Jaded. Ну, от Revlon тоже классные лаки. Они немножко дорогие, но очень классные. Очень советовала я. Еще тренд для пастелев. Это моя рубашка. Любая блузка. Я думаю, вот, разные цвета. Я думаю, что вы уже знаете эту блузку. Если вы можете найти такую блузку, я бы очень советовала ее. Сама эта блузка из Нью-Йорка. Следующий тренд. Это такие яркие джинсы. Если честно, мне не очень нравятся такие ярко-розовые, ярко-зеленые джинсы. Это мне немножко напоминает восьмого класса или три года назад, когда это серьезно было в моде. И все это носили. Опять пробуют это сделать в моде. Хотя, если... Жук какой-то летал. Если честно, мне не очень нравится это. Ну, у меня есть синие джинсы, когда я была в восьмом классе. Нет, в седьмом классе я их купила. Они все равно как раз. Из Парижа я их купила, конечно. Просто ярко-ярко синие джинсы. Конечно, они выходят из стиля. Но я думаю, что они всегда выглядят красиво. Если их правильно носить, они очень классные. Так что я бы очень советовала ярко-синие джинсы. Не обязательно ярко-розовые. Эти более такие классические. И, я не знаю, просто не такие уж детские, я думаю. Так что синие джинсы тоже очень классные. Ярко-синие. Но сам тренд синие джинсы. Это такие уникальные, разные джинсы, да? Такие необычные, классические джинсы. У меня есть вот такие. Они в таком странном принте. Ну, мне подружка сказала, что продаю такие же джинсы сейчас в Заре. Так что эти джинсы из бренда Seven for All Mankind. Я их купила в Нью-Йорке. И они в таком интересном принте. Так что если такие джинсы, такие более интересные, одеться в такой простой рубашкой, это выглядит обалденно. Очень напоминает мне весны. Так что я бы очень советовала. Какие-то интересные, разные джинсы. Ну и, конечно, нужно какие-то джакеты, пиджаки для весны. А можно, конечно, такую джинсовую куртку. Я думаю, что у всех уже есть. Вот это у меня из магазина Бэршка, который у вас есть в России. Или в Европе есть там. Вот эта джинсовая куртка немножко порванная. Немножко совсем. Она немножко большая на мне, и она мне очень нравится. Я ее ношу годами, и вот эта никогда не выйдет из силы. Это точно. Ну, еще вторая вещь, которую я заметила, все в последнее время носят. Я просто стесняюсь, куда бы я ни ходила, потому что у всех такая куртка есть. Такая зеленая курточка. Застегивается здесь. Очень классная. Я это купила опять в Нью-Йорке, но я думаю, можно вам найти где-то. В Заре. Опять в Заре точно есть. Я это изменила в Заре. Такая курточка. Очень она мне нравится, и всем бы я ее советовала. Потому что она идет со всем. Теперь последняя вещь для моды. Это вот такие конверс белые. Я видела на Tumblr просто годами. И я их так сильно хотела, и наконец-то их купила. Потому что белые вот такие конверс просто самые классные. Я их обожаю просто. Не могу их перестать носить. Они очень крутые. И просто swag. Теперь очки. Очки у меня обычные такие Ray-Ban Wayfair. Но они не из бренда Ray-Ban. Но они в таком стиле. Я думаю, вы знаете. Классический такой. Но мне очень нравятся такие. Это более такие кошачьи очки. Сделаны как у кошки. Они мне очень нравятся. Так они выглядят. И теперь последние вещи. Это все косметика. Это у меня пудра от MAC. Mineralize Skin Finish. Я вот это наношу просто, когда я не хочу наносить основу. Потому что летом, весной очень тепло. Как сейчас я потею. И кожа немножко выглядит получше. Она сияет сама. И она более загорелая. Так что не надо основу наносить. Я думаю, конечно. Так что я просто вот это наношу. Есть покрытие с этой пудрой. Но она очень легкая. Я бы очень советовала. Если у вас есть какой-то обмен для вот этой пудры, скажите мне в комментариях. Потому что я думаю, что можно найти что-то подешевле. Она немножко дорогая. Но у вас есть какая-то любимая легкая пудра. Translucent такая пудра. Скажите мне в комментариях. Это было бы очень интересно. Особенно если можно найти в России. Потому что когда я приеду... Особенно когда я приеду в Россию, я хочу какую-то косметику попробовать. Российскую, да. Но я не знаю, что такая российская косметика. Расскажите мне в комментариях, что мне обязательно надо попробовать, когда я приеду в Россию. Потому что я хочу накупить вещи и сделать обзоры на них. Потому что вам бы легче так найти эти вещи, да? Если мне особенно понравится что-то. И последняя вещь для косметики — это хайлайтеры, конечно. Это от Nars у меня хайлайтер Copacabana. Она такая бронзовая, розовая, шампанского оттенок. Очень классная. Я бы вот этот не совсем советовала, потому что он очень дорогой. И я не думаю, что он этого стоит. Ну, High Beam от Benefit я знаю, можно найти в России. И вот этот High Beam я бы 100% вам советовала. Я думаю, что High Beam стоит этих денег. Потому что если вы можете найти High Beam от Benefit, я бы очень вам советовала его хотя бы попробовать. Если он у вас есть в магазинах, обязательно попробуйте High Beam и скажите мне, что вы думаете о нем. Потому что многие из вас попробовали Benefit от меня, потому что я уважаю Benefit. Теперь две вещи. Первая вещь. Конкурс у меня закончился, по-моему, вчера или после вчера. Смотря когда я положу это видео на YouTube. Я положу результаты конкурса очень скоро. Мне просто надо выбрать, кто выиграл, потому что очень много людей сделали видео. И мне надо, конечно, все посмотреть и выбрать кого-то, да? Вторая вещь. У Анат есть Анат. Мы ехали в Нью-Йорк. Я думаю, что все уже знают о Анат. И многие из вас меня спрашивали, у Анат есть Twitter, у нее есть это, это. Нет. У Анат нету Twitter, у нее нету ВКонтакте, у нее нету ничего. Ну, у нее есть блог. Так что я вам оставлю ее ссылку на блог внизу. Так что, конечно, подписывайтесь на ее блог. Пишите ей, чтобы она писала больше постов, потому что она очень интересный человек. И стиль у нее очень такой классный. Так что обязательно оставлю ссылку внизу. И это будет все для этого видео. Так что спасибо большое за терпение, потому что я пробую закончить школу. Так что, конечно, я не могу выкладывать столько много видео. Так что это все. Спасибо большое за просмотр. Я вас очень люблю. И все, пока.